друзья всем привет есть в этом видео я вам покажу гостиницу ботаник resort 4 звезды в общем гостиница небольшая я думаю много времени это не займет чтобы вам все показать в общем снаружи гостиница выглядит вот таким вот образом красивое здание небольшое но красивое заходим на ресепшен видим красивую люстру есть лифт а то есть концепция отеля такая отель небольшой и девять бунгало на пляже бунгало девочки здесь важный момент запранируйте бунгало это деревянный домик на пляже такой знаете скажем так а пляж у нас тут пляж огромный 7000 квадратных и все 5 отелей приезжают на общий пляж пляж свой смотрите ботаник мэйджик 350 метров от нас находится ботаник гранд луфу в центре города в тимере и с этого года у нас ботаник парк это где гелетония отель может быть знаете там немножко и ботаник фелизия это тоже в центре девочки ну конечно наш отель такой 4 плюс то есть более такой я думаю что все таки рассчитан на у нас нет мини клуба и не для отдыха с детьми но хороший пляж такая знаете камень переходит гальков песок переходит очень большой просторный и все там за 10 очень сильная анимация а с этого года надо сказать ребят это тоже важно отметить что мы стали соучредителями клуба кристалл может быть знаете дискотека и теперь у нас прям яхта подъезжает вот так на пляже все садятся и на дискотеку то есть все бесплатно естественно там уже напитки и так далее рестораны бары конечно же все платно здание четырехэтажное основное все комнаты стандартные у нас нету не пейлируем и какие там суббикации нет все стандартные но размещаем где-то примерно внутри человека стандарт есть у нас комнаты которые могут разместить по 4 человека а вот бунгало на пляже могут разместить и больше и у нас есть еще вот эти вот апартаменты смотрите там окошечко там тоже до 6 человек можем разместить поэтому я знаете знаете делаем так вы сейчас прям запишите мой номер телефона и если нам допустим едут ваши гости которых там их много там или они две семьи хотят объединиться вы можете мне написать я помогу у нас есть платные услуги это платный сейф 2 доллара в сутки у нас с этого года платный интернет везде да тоже 2 доллара в сутки но потом пакеты идут знаете там 10 дней уже дешевле и так далее а платные пляжные полотенца 1 доллар за пользование просто у нас нет своей прачки поэтому мы вынуждены стирать за пределами отеля поэтому для этого нужно деньги 1 доллар за пользование а вот они все больше ничего нет сейчас запомнили отель заполнен свободных полных практически нет есть свободные они еще не украли если хотите взглянуть давайте пойдемте скажите пожалуйста а бунгало покажете нам покажу обязательно но они все заняты только визуально только визуально Деревянный домик, очень на большого любителя, когда бронируете, вас выскочит, потому что оно дешевле, и будьте аккуратны, потому что потом начинается возня, а я не знал, а я не хочу. Аликартов у вас нет? Аликартов нет, мы возим в этот ресторан, кто хочет. У нас все включено, получается, за 20 долларов. Они там могут покушать, отдохнуть, погулять. Ну, не знаю, аликартов, не аликартов, но как мы делаем? Вода в номере. Вода в номере, но с водой везде бесплатно. То есть мы решили отказаться от мини-бара. Отказаться, у нас там ничего нет. Ну, женщины ставят, ухожатся просто водичку. Есть комплименты, допустим, на день рождения новобрачным, молодоженам, так далее, вино, шампанское, фрукты отправляем. То есть, как бы, нет проблем, дни рождения. Есть пакет день рождения, допустим, с поздравлениями, торт и так далее, 30 долларов. Украшенный стол красивый. У нас для новобрачных, например, есть такой концепт, красное красивое белье, такое застилаем, какие-то золотые буквы, ботаник написано, очень красиво. Номера коннекшен, если эти стандарты есть? У нас все стандарты. Пойдемте. Коннекшен, то есть стандарт с стандартом, чтобы соединить. Вы могли ничего не верить? Нет, нет, вот посмотрите. Балкон в номере категории стандарт в гостинице Ботаник Резорт Кемер. Так, значит, сам номер небольшой, категории стандарт. Тут немножко не убрано, просто гостиница на 100% заполнена. Собственно говоря, есть тумбочки, есть кровать. Из двух кроваток сдвинутая, значит, есть кресло. Собственно говоря, мини-бар, чайник есть. Есть телевизор. Санузел у нас. Есть, естественно, душевая кабинка. Собственно говоря, небольшой номер, но уютный. Да. Ну, смотрите, территория небольшая. Только вот этот вот бассейн и детский бассейн, и вот амфитеатр, эти ступочки поставлен. Каждый день шоу в 9 вечера. Как бы, ну, я говорю, то есть вечером люди здесь, а утром все уходят на пляж. И все, их нет. Кстати, с этого года у нас будет снэк-бар работать на пляже. Ну, какие-то закусочки, наверное, потому что все-таки 5 отелей, знаете, люди хотят жрать просто тупо. Да. Но напитки, чай, кофе и соки концентрированные бесплатно, и вода, конечно же. А остальные напитки платные, девочки, мальчики. Пиво, вино и так далее, на пляже платные. Что, многие понятны? Здесь все бесплатно. А с анимацией что у вас? Анимация у нас хорошая. То есть, как бы, ну, люди хвалят, не знаю, я работаю до 4-х, и потом сматываюсь, они за... Очень интересно, раз в неделю проходит гала-ужин, посвященный турецкой культуре. Например, все столы выносятся, и вот так вот они устанавливаются вокруг бассейна, красиво наряжают, очень много еды какой-то там, разве там, и так далее. Тоже проходит так бомбанский, мне очень нравится. Когда есть возможность из других отелей прийти сюда, например. А еще вопрос, гостиница Botanic Magic Dream, они могут пользоваться здесь анимацией? Ну, слугами нет, анимацией, да. На пляж пойдешь? То есть, в отель зайти? Да, они могут сходить в Хаман, они могут сходить в спортзал, например. Если они хотят покушать и выпить что-то, это 5 долларов человек, они должны заплатить. Юлечка, скажите, а вы сказали, что будет, знаете, еще нету? Пока нет. Тогда планируется? Ой, не знаю. Пока все отели откроются еще. Но в этом году планируется? Да, конечно. Вот сейчас только сегодня открылся Botanic Park. Так, друзья, смотрите, значит, нахожусь в гостинице Botanic Resort Timer, 4 звезды. Гостиница очень небольшая, то есть компактная территория, даже не то чтобы компактная, она просто маленькая. Вот это вот вся территория, которая есть. Вот этот вот бассейн и вокруг бассейна, значит, столики со стульями, где туристы могут посидеть вот с зонтиками, попить чашечку кофе, либо других прохладительных напитков, либо безалкогольных. Вот это вся территория. Значит, есть здесь небольшая сцена, проводится здесь анимация. В принципе, туристы, которые были, им всегда всем нравилось, это анимация. В гостинице открывается очень потрясающий вид на горы. Ребят, смотрите, как это все выглядит. Да, вот там он где-то метров 150, может 100 метров за гостиницей находится дорога, которая идет из Анталии и знаю, что 100% она идет до Токерово, поэтому есть вид того, что ездят машины. Но опять, они находятся за деревьями, их практически не видно, я не думаю, что кому-то они создадут дискомфорт, потому что дорога находится в удаленности. Это если смотреть во внутреннюю часть гостиницы, которая выходит на бассейн. Бассейны небольшие. Значит, есть отдельно детский бассейн, я думаю, он не глубокий, и отдельно взрослый бассейн. Вижу сразу, что персонал чистит, работает, чистит бассейн, то есть, и, собственно говоря, как бы поддерживает чистоту и порядок. Дальше. Вот здесь вот сейчас, вы видите, есть какой-то перекус утренний, я так понимаю, там какие-то блинчики, еще что-то в этом роде, то есть, те, кто не успел позавтракать, могут чего-то перекусить. Естественно, есть бар у бассейна. А вот так вот оформлено само здание гостиницы Ботаник Резорт Кемер. Смотрите, реально мне вот такой вот нравится исполнение, дизайн, то есть, качественно сделано. Интерьер такой приятный. В общем, реально, как бы, для гостиницы 4 звезд, я думаю, это вполне достойное решение. Значит, есть вот такие диванчики, где можно посидеть под накрытием. Все в опрятном состоянии. Никаких таких критических моментов я не вижу. Ну, не считая вот, допустим, вот этого. Но опять, сильно к этому придираться как бы не стоит, потому что гостиница сама по себе для своего уровня качественная. Не знаю, как тут с питанием, но все туристы вроде бы отзываются положительно. Конечно, здесь не будет какого-то там изысканных, каких-то изысканных блюд, но вполне достаточно качественного питания. Насчет пляжа. Значит, гостиница находится на второй линии. До пляжа ходит шаттлбасс. И так же само можно пройти пешком. Так, друзья, смотрите. Сейчас мы идем из гостиницы Ботаник Резорт Кемер на пляж. Еще раз говорю, пляж находится немножко дальше от гостиницы, в пешей доступности. Кроме того, на пляж ходит шаттлбасс. Я вам покажу дорогу, как она выглядит. Ну, и скажу, сколько же времени у нас составит эта дорога от гостиницы Ботаник Резорт Кемер до пляжа. И, кстати, еще, смотрите. Тут всей нашей группе подарили магнитики. Вот такие вот магнитики от этой гостиницы. Честно говоря, у нас дома уже много магнитиков, поэтому кто хочет этот магнитик, просто напишите комментарий под этим видео по гостинице Ботаник Резорт Кемер. И рандомно я определю, кто выиграет этот магнитик и отправлю этот магнитик нашему подписчику. Вот такой вот магнитик. Ну, а дальше смотрите дорогу на пляж от гостиницы Ботаник Резорт Кемер до ихнего пляжа. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот мы подходим к пляжу гостиницы Ботаник Резорт. Смотрите, друзья, 2 минуты, ровно 2 минуты составила дорога до этого пляжа. Ну, это вообще как бы, в принципе, сейчас я вам покажу, где гостиница. Друзья, вон, видите, большая елка, последняя, вот, за ней находится гостиница Ботаник Резорт Кемер. В общем, примерно 200 метров. А вот тут у нас находится с правой стороны номера бунгало. Значит, с одной стороны хорошо, что они находятся на пляже, с другой стороны, качество этих номеров, я думаю, не самое лучшее. Если нам покажут, естественно, я вам тоже покажу, что там находится внутри. Для непривередливых туристов вполне можно размещаться, но, друзья, смотрите, качество внутри 100% знаю от своих туристов, что они самое лучшее у этих бунгало. Так, на пляже у гостиницы Ботаник Резорт вода, соки и чай бесплатно для гостей Ботаник Бич. Друзья, сейчас я нахожусь на пляже гостиницы Ботаник Резорт. Этот пляж на несколько гостиниц, которые входят в эту сеть. Ну и, собственно, показываю пляж, как он выглядит и рассказываю детали. Естественно, здесь есть накрытие, есть шизгонги, матрасы есть. Вот матрасы не самого лучшего качества, но ничего критического нет. Есть бунгало, бунгало, я так понимаю, взгляду плату. Так, смотрите, сначала было песочек, дальше мелкая галька. Вот так галечка выглядит. Потом галька в перемешку с песком. И дальше вход очень-очень меленькая галька. Буквально 2-3 метра. И дальше уже чуть-чуть крупнее галька, но вполне нормального размера. То есть комфортно заходить в целом в этом месте. Значит, смотрите, заход пологий, нормальный, с детками можно все отдыхать. Водичка идеально чистая. Просто идеально чистая. Ну, в принципе, в регионе Кемер практически во всех местах водичка просто чистейшая. Так, наша группа уже уходит. Ну, естественно, друзья, потрясающие виды на горы горного массива Олимпус Байдаглары. Есть музыка на пляже. Есть столики, где можно посидеть. Кальяны стоят 10 долларов. Водичка, бар на пляже, гостиница. Привет! Очень красивые виды. Реально мне вот понравилась природа. Тут очень потрясающе. Ну, опять, это весь регион Кемера славится своей такой красивой природой. Все остальные нюансы, может быть, друзья, чего-то я вам не рассказал в этом видео. То, что вы сможете увидеть, я думаю, вполне будет достаточно вам, чтобы оценить саму гостиницу и ее инфраструктуру, для того, чтобы вы смогли правильно принять свое решение и выбрать подходящую себе гостиницу для отдыха в регионе Кемер. Друзья, вот так вот гостиница еще выглядит снаружи. Гостиница Ботаник Резорт Кемер 4 звезды. Значит, некоторая часть номеров выходит на наружную сторону. Поэтому, смотрите, здесь есть небольшая дорога. Сейчас вы видите, как бы, в принципе, все движение, которое происходит по вот этой дороге. Естественно, как бы, возможно, ночью, если спать с открытой дверью на балкон, естественно, слышимость будет от проезжающих там машин, автобусов и тому подобное. Ну, тут опять есть нюанс, в принципе, гастрелейшн клиента ориентированная. Я думаю, договориться всегда будет возможно по этому поводу. Единственное, что, друзья, гостиница в мае 12, в мае 2019 года 100% заполнена. Нам даже номер не могли показать, который есть свободный и убранный, чтобы показать вам нормальный номер. Мы просто не смогли из-за того, что 100% заполняемость гостиницы. Ну, вот такой вот есть нюанс у этой гостиницы. В общем, все, что я увидел, друзья, я вам показал в этом видео. Если вы отдыхали в этом отеле, Кемер Ботаник Резор 4 звезды, обязательно напишите в комментариях под этим видео ваши впечатления и отзывы по отдыху в данном отеле. Ну и не забывайте подписываться на мой канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.